Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам расскажу как правильно посадить вот такое замечательное растение, которое называется толстянка. Второе его название, в народе его еще называют денежное дерево, так как многие верят, что данное растение способно привлекать в дом финансовые средства. Но так это или нет, это каждый для себя сам решает. Но для дома это растение очень полезно, во многих домах его очень любят выращивать. И это растение является долгожителем, может расти очень большое количество лет. И сегодня я вам расскажу как вот это растение, как видно, что оно у меня временно росло вот в таком вот пластиковом стаканчике. И я вам расскажу как его правильно посадить, чтобы оно долгие годы хорошо росло, хорошо себя чувствовало. Для того, чтобы это растение себя комфортно чувствовало, ему надо подобрать соответствующий горшок или емкость. Я вам советую для посадки толстянки выбирать наиболее широкий горшок по возможности. То есть, вот высокие горшки ему не очень подходят. Так как у него корневая система поверхностная и распространяется в ширину, и корневая система у него, кстати, очень небольшая. То я вам советую выбирать широкие горшки, низкие и неглубокие, но пошире. Ну, вот я, к сожалению, такой совсем широкий горшок не нашел, но выбрал вот такой вот стандартный вариант, в котором этому растению тоже будет хорошо при правильной посадке расти. И сейчас я вам расскажу, как дополнительно я его подготовил, этот горшочек. Дополнительно я просверлил в боках вот здесь вот дополнительно две дырочки для лучшей вентиляции корней. И еще дополнительно внизу три дырочки. Зачем вот с этой стороны я сделал? Просто для того, чтобы в случае, если горшок будет плотно стоять, вот, допустим, на подставке, если вода будет плохо уходить, то она обязательно выйдет из боковых отверстий. Дело в том, что для этого растения крайне губителен застой влаги. И многие, кто не знает, как за ним ухаживать, очень часто зимой поливают его, как обычное растение, часто очень заливают его, оно начинает сбрасывать листочки, болеть и в итоге даже может погибнуть от загнивания корней. Очень боится она корневых гнилей. Очень рекомендую вам на дно контейнера положить дренаж из керамзита, что я сейчас и сделаю. Вот видите, довольно-таки большой слой керамзита я положил, потому что, повторюсь, что растения не любят застоя воды у корней. И теперь надо, аккуратно, не поломав растение и не повредив корневую систему, аккуратно извлечь из стаканчика это растение. Сейчас я аккуратно постараюсь вот так вот вынуть прямо с земляным комом, то есть не нарушая земляной ком. Это важно, то есть это будет такая пересадка способом перевалки. Вот посмотрите, ничего не нарушилось. Теперь я немного расскажу вам о грунте, который можно применять для посадки данного растения. Это растение неприхотливо, сажать я его буду в обычную покупную землю, но сюда для разрыхления я добавил немножко вермикулита. Вот эти вот белые гранулки, это вермикулит. Ложу небольшой слой земли на дренаж и примеряю, как будет смотреться это растение. Корневую шейку заглублять вам не советую. Вот посмотрите внимательно, корневая шейка получается на уровне земли и заглублять ее не нужно. Теперь же добавляю по кругу землю. С боков надо обязательно вот так вот землю уплотнить. Ну вот собственно и все по пересадке. Теперь надо хорошенько пролить землю, чтобы все пустоты, которые были в земле, чтобы они осели, чтобы земля осела. Поливать я буду обычной водой, в которую добавлю немного вот такого вот замечательного средства, как фитоспорин. Здесь примерно полтора литра воды. Добавлю я буквально чуть меньше чайной ложечки. Для чего добавляю фитоспорин? Дело в том, что на первых порах, пока растение приживается, чтобы не возникло никаких корневых гнилей, никаких инфекций, потому что там могли при пересадке все-таки повредиться какие-то корешки. И поэтому я вам тоже советую использовать при пересадке комнатных растений, для предотвращения загнивания корней, использовать фитоспорин. Он безопасен абсолютно, его можно использовать в домашних условиях. Раствор фитоспорина у меня готов, растворился. И я сейчас полью растение. Ну вот, дорогие друзья, вот так вот быстро и легко мы с вами сегодня пересадили вот такое вот замечательное растение, толстянку или денежное дерево. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мои новые видео. А в качестве благодарности вы можете нажать вот такую вот кнопочку со знаком лайк. На этом пока все. Всего хорошего. Пока-пока.